Выборы мэра Воронежа состоятся 8 сентября. Эту дату сегодня, 11 июня, утвердили депутаты Воронежской городской думы. Официальное думское решение вступит в силу после публикации в СМИ 15 июня. Этот первый вопрос повестки дня не вызвал никакой дискуссии. А вот острый спор разгорелся вокруг решения взять очередной кредит для погашения задолженности теплосети. Долг предприятия в настоящее время приближается к 2 миллиардам рублей. И часть депутатов потребовала детально разобраться с финансовым состоянием этого социально значимого предприятия. Мы понимаем, что ситуация на сегодняшний день патовая, и что это решение не оздоровляет, не приносит никакого благополучия этому предприятию. Оно загоняет дальше в долги. Но другого выхода нет, иначе просто люди останутся без тепла. Единственная надежда сейчас найти инвестора, который бы взял тепловые сети в том состоянии, в котором они есть. И самый благоприятный, наверное, был бы случай, если бы получилась передача Газпрому. Почему? Потому что газовики поставляют газ для тепловых сетей, тогда бы они были сами завязаны в эту кухню. Другое дело, какие условия выставит Газпром, чтобы взять, ну, пока ничего не известно об этих переговорах, единственное известно, что они начались. Если они закончатся положительно, конечно, это будет спасением для предприятия. Но пока на сегодняшний день мы вынуждены такую капельницу давать постоянно, кредитовать, кредитовать, кредитовать. Какой рецепт можно сегодня предложить? Такого, по крайней мере, единого рецепта, это большой-большой комплекс. То есть нужно убирать и старые долги, нужно развязывать узлы конфликтные, которые существуют. И в том числе при взаимодействии с областным правительством, посмотреть, каким образом мы можем, в том числе, может быть, отсручить те долги, которые существуют по федеральным поставщикам, более на льготных условиях. Не менее остро обсуждалось освобождение от арендной платы строительных организаций Воронежа. С одной стороны, говорилось на сессии, такие льготы предоставляются для решения проблем обманутых дольщиков. Но депутаты уверены, что дольщики – это компетенция региональной власти. За счет чего мы освобождаем от арендной платы? Это деньги, которые должны пойти на развитие малого и среднего бизнеса. То есть эти деньги не предназначены для крупных предприятий. Они заложены изначально были для того, чтобы освобождать именно малый и средний бизнес, чтобы поддержать его. Ведь у нас сегодня везде и президент заявляет, и председатель правительства, что малый бизнес надо поддерживать. Малый бизнес – это социальная составляющая жизни российского общества. Но у нас, к сожалению, на эти цели, которые были предусмотрены, эти деньги не выделяются. А только для строительного бизнеса. Четкой и конкретной информации ни разу не предоставили. Я вот все время администрацию корю за то, что почему вы нам не представили конкретную информацию. Сколько конкретно квартир или на сколько, на какую сумму конкретно там действительно дольщики чего-то получат. Ведь получается так, вот ко мне приходят те, у кого сейчас ДСК достраивают дома, жители, которые должны получить квартиры, обманутые дочки. Они говорят, она заставляет доплачивать. Плюс мы уже заплатили за эти квартиры, она заставляет еще доплачивать. И суммы такие, что для людей непомерные. А спрашивают, а зачем мы тогда освобождаем от арендной платы? И вот понять, что к этому тематику нужна информация. Эту информацию нам не предоставляют, к сожалению. Кроме того, на 51-м заседании Городской думы депутаты заслушали отчет о работе контрольно-счетной палаты Воронежа.